Детское радио представляет Буквоет Оставь, а когда мы пойдем обедать? Я есть хочу! Потерпи, Сима. Вот сейчас буфетчица тетя Зоя позовет, и мы пойдем обедать. Оставь! Кс-кс-кс-кс. Вот, видишь, нас уже зовут. Пошли. Вчера макароны, сегодня макароны. Не хочу я больше их есть. Пей! Сима, ешь скорее, а то сыр на макаронах застынет и будет невкусным. Не буду. Вот ты остап самых и ешь, если тебе так хочется. А я не буду. И вообще, в последнее время буфетчица тетя Зоя готовит нам невкусные обеды. В библиотечном буфете и пирожки есть, и булочки, и шоколадки, и даже кофе со сливками. А нам все макароны да макароны. Пусть даже с сыром. Пей! Сима, ты же мышь. А мыши должны любить сыр. Пусть даже он тертый, расплавленный. К тому же ты напрасно думаешь, что макароны так уж не похожи на пирожные. Конечно, не похожи. Пирожные. Они такие вкусные, сладкие, иногда с кислинкой. Если они воздушные и нежные, тогда их называют бисквит или безе. А те, которые плотные и тают во рту, это, скорее всего, песочные. Они, в конце концов, красивые. А ты мне их тут с макаронами сравниваешь. Нашел с чем сравнить? Во-первых, и те, и другие делаются из муки. Ну и что? Мало ли, что можно из муки налепить. Во-вторых, да будет тебе известно, глупый мышонок, что когда в 18 веке итальянское слово макароны через французский язык пришло в русский, то означало оно именно пирожные. Что? Пирожные называли макаронами? Именно, макаронами. Глупости какие! А в самом итальянском языке это слово появилось из греческого, в котором так и вовсе называли варивая из ячменной муки или крупы, то есть по нашему кашу. Хочешь, я попрошу тете Зое для тебя каши? Пшеной. Думаю, у нее от завтрака еще осталось мурррр. Ну нет, кашу я совсем не хочу. Пусть лучше уж будут макароны с сыром. Сима, зачем ты лезешь в мою тарелку? Ты же не хотела есть макароны. Я с тобой мышь, а мыши любят сыр. Пусть даже с макаронами. Пить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова